Вы наверняка уже какие-то посещали мастер-классы, или здесь у нас, в России, или за рубежом. И слышали, конечно, многих исполнителей, которые к нам приезжали по жарписам, современных исполнителей. И Вы могли заметить, что именно в эти последние годы, если не брать, скажем, личности этих исполнителей, то есть, конечно, каждый из них отличается по своему характеру, по темпераменту, по яркости, по какой-то глубине, по общему интеллектуальному уровню. Но, в принципе, все придерживаются каких-то одних основных правил артикуляции, агогики. То есть, у разных исполнителей, у разных педагогов, в принципе, мы сейчас слышим, в общем-то, одни и те же высказывания относительно каких-то основополагающих принципов исполнения. Но, должен Вам сказать, что так было нефига. Вот, например, когда мы учились, то нас учили совсем по-другому. То есть, взгляды были другие. Во многом другие. Не совершенно, конечно, это не прямо противоположные взгляды, но во многом очень другие. Очень отличались от тех, которые сейчас преподают. И тех принципов, которые мы можем слышать в игре, исполнительных. Это касается, прежде всего, артикуляции, регистровавших планов, вообще регистровки. Ну и отношение к тексту как чему-то священному или, наоборот, к тексту как предмет для нашего самовыражения. До второй половины XIX века вообще не было понятия аутентизма. Вы, наверное, знаете этот термин. Он, конечно, не очень точен, потому что подлинность – это очень относительное понятие. А вот есть более точное такое определение, как историческое осведомленное исполнение. То есть, мы знаем, как тогда исполняли, и мы этими знаниями как-то оперируем и претворяем в нашем исполнении. Но в те годы до, скажем, до середины XIX века вообще не было такого понятия. То есть, исполнялась музыка та, которая вот сочинялась, и она звучала, и не было никаких противоречий между тем, как исполнять, где ставить лигу, где снимать. Это все было, само собой разумеется, потому что автор был жив. Автор уходил, приходили новые авторы, новая музыка, новые какие-то свои принципы. И то же самое, это все было достоверно. Понятие «старинной музыки», то есть та музыка, которая ушла, которая уже сейчас не сочинена, возникло только вот уже в XIX и XX веке, собственно. Поэтому отношение к старинной музыке появилось вот именно даже более в XX веке и развивается до наших дней, когда возникают какие-то споры, как же, собственно, исполнять ту старую музыку, старинную музыку, как ее называют, музыка барокко, музыка классики, периода классики или допарочная музыка, тоже много вопросов. Но стали возникать вот эти теории аутентики, теории исторического, исторически информированного исполнения, и сейчас, в общем, пришли к какому-то общему взгляду. Но сохранились записи, скажем, Швейцера, Дюпре, Штрауга, ну Штрауга почти не сохранилась, он сам не играл, но сохранились его редакции, сохранились много всяких записей вот именно того времени, когда еще были взгляды, сильно отличающиеся от наших. Влияние романтизма, которое вы понимаете, что романтическая, скажем, артикуляция сильно отличается от барочного. Так вот, влияние романтизма было очень сильно, и, конечно, это все воплощалось в те записи, которые мы можем сейчас слышать. Так что задача исполнителя сейчас – вобрать в себя весь этот опыт исторический, и взять для себя что-то самое ценное, самое близкое. И важно найти свое лицо, найти свой стиль исполнения. Так же, как прежние наши исполнители, наши предки, наши учителя, наши проучители, как они были уверены в том, что они проповедовали, что они преподавали, так же мы сейчас уверены в том, что мы сейчас делаем. И никто не неправ, все правы, все исходили из какой-то своей убежденности, из тех знаний, из тех впечатлений, которые производил на них этот мудрецкий. Поэтому вот задача, я считаю, задача нынешних педагогов – донести вот все богатство, разнообразие, всю множественность исполнения, которые вы впитываете в себя, отбираете для себя что-то самое нужное, самое ценное, вырабатываете свой стиль. Вот это ваша задача. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok